Приветствую друзья, на связи Влад, Капитаник и как мы и обещали, потихонечку мы начинаем разбавлять наш контент практическими занятиями, повышаем уровень наших видео, поэтому сегодня поговорим за проекты, в которых все работают и в принципе ролик будет посвящен активности, поэтому погнали! Сразу хочу сказать, что данное видео это будет не классическое видео на тему, как обузить закассинг, что делать в Layer Zero, как гонять с Таркнет. Сегодня мы поговорим в целом о боли мультиакеров, о каких-то фишках, о вопросах ваших касательно КУСа, касательно гиткоин, паспортов и давайте сегодня поговорим также за такую мету L2 проектов и поговорим за ретрофарминг в сравнении вот с этой метой. Сегодня 5 июля, я записываю данный ролик 5 числа, надеюсь, что он будет смонтирован как можно быстрее. Вчера у нас был взлом твиттера SEO Layer Zero, Брайана, поэтому давайте все-таки с Layer Zero начнем. Почему-то из этого треугольника Старкнета, Закассинка и Layer Zero, все считают, что Layer Zero раздаст дроп первый. Сразу хочу отметить, что это все наши ожидания, любой airdrop это ожидание людей, что проект раздаст нам токен за то, что мы активничали с его проектом. Как вообще это все происходит? Почему считают, что именно эти проекты должны что-то дать? У каждого мультиакера, дропхантера, у него есть список из проектов и попротив этого проекта написана сумма, которую собрал данный проект. Чем больше сумма сбора, тем ожидается дроп жирнее для пользователей, для комьюнити. Но хотелось бы отметить, что у нас первая в топе стоит линия, но они прям очень сильно замутрили с деснетами. И сейчас я выскажусь тоже на эту тему, но давайте все-таки вернемся к Layer Zero. Был ли там снапшот? Никто вам никогда не скажет, был ли снапшот в каком-то проекте, либо его не было. Возможно, вчера кто-то взломал, этот недоброжелатель, взломал твиттер SEO, посмотрел переписку и знает, когда там был снапшот. И возможно, выгоднее было гонять свои аккаунты. Никто, в принципе, не знает, как я уже сказал. Поэтому моя всегда стратегия ждать официального анонса. Что было с Arbitrum? Давайте все всегда сравнивается на истории, так как у нас были какие-то предыдущие кейсы, и мы, в принципе, сравниваем с ними. Нам сказали о том, что будет дроп в марте месяце, и, в принципе, февраль все гоняли в холостую. Там полтора месяца, по-моему, либо около двух месяцев все гоняли свои мульты в холостую. Здесь будет, скорее всего, такая же история. Мы будем гонять эти все дропы, активности прогонять, и потом выйдет какой-то пост о том, что снапшот был сделан в трехмесячной давности. Возможно, даже шестимесячной давности, никто об этом не знает. В случае с Layer Zero проект, в принципе, команда и проект зарабатывают на комиссиях. Поэтому им даже выгодно, чтобы долго не выходил токен, потому что они, в принципе, на этом зарабатывают. Более выгодно, конечно, им заработать еще на токене. Какие у них планы, я не знаю. Уже есть теории касательно... Опять же, все на истории сделано касательно выдачи дропов проектами. И по статистике, там, летом практически никто ничего не выдавал. Вот недавний кейс был с Мавриком. Все остальное выдавалось там осень-зима и там часть весной. Поэтому все, в принципе, ожидают дроп осенью. Также была утечка с A2DAO, по-моему, когда они перепродавали аллокацию какого-то фонда, либо свою. И там была метка, что выход ожидается на Q4. Я бы вообще ни на какую информацию в интернете не ссылался. Почему? Потому что даже если они перепродавали свою аллокацию, либо чужую аллокацию, те условия, которые они получали по поводу выхода токена, это было там год-два назад. И, в принципе, все меняется по ходу развития проекта. Это как откладывается, так и переносится ранее. Поэтому, как я уже сказал, я жду всегда официального анонса. Стоит ли делать сейчас? Я думаю, что стоит, хотя количество аккаунтов космическое. Все смотрят на тюну. Тут, кстати, есть такой маленький инсайдик, что команда смотрит на дюну. Но я никогда не рекомендую людям выпиваться прямо в топы этой дюны. Почему? Потому что очень много людей, которые попали туда, прогоняя 10 долларов. Я видел очень много постов, как за 10 долларов провзаимодействовать с 15 сетями. Пару дней назад SEO обсуждал, пал такую дискуссию касательно среднего объема прогнанного на платформе. И стоит отметить, что он бывший покерист, а может быть даже, кстати, не бывший. Я, честно говоря, вот этот момент не знаю, бывший, не бывший. В покере есть такое понятие, как блеф. Однако этот пост был не просто закинут на страницу Брайана. Это был ответ на обвинение того, что в Stargate 99,8% сибилов. И он сказал, что Stargate в прошлом месяце имел средний объем 455 долларов трансфера. Тут есть еще также дискуссия, что он не считает сибилами. Там, по-моему, в районе 500-800 долларов он считает, что это не сибилы, те, кто прогнал за одну транзакцию лейер. Поэтому многие спрашивают, 500-800 долларов это нужен объем в целом на аккаунт, либо это нужен какой-то объем за одну транзакцию. Я надеюсь, что будет сейчас видно. Я вам нарисую вот так вот. Давайте, к примеру, у вас есть 30 аккаунтов. Вы берете 2 пачки. Вот это ваша первая пачка, тут 10 аккаунтов. Вот это ваша вторая пачка, тут 10 аккаунтов. И вот это ваша третья пачка, тут 10 аккаунтов. Все вот эти 3 пачки должны быть прогнаны разными вариациями. К примеру, эта пачка нагоняет объем. Эта пачка делает транзакции с большим объемом одним трансфером. И эта пачка, к примеру, там, не знаю, каким-то другим методом идет, либо миксует, либо вы ее там на какой-то публичный скрипт вообще используете. Что важно делать в аккаунтах ваших? Все эти пачки должны быть, самое главное, вот они должны все иметь одинаковые условия. Оно должно все всегда прогоняться через какой-то период. К примеру, не один раз провзаимодействовали и все. Каждый месяц вы должны взаимодействовать, либо там каждые 2 недели. Это все зависит от вашей стратегии. Также можете эту пачку, кстати, разделить. Эта пачка первая гоняется каждую неделю, эта пачка гоняется каждый месяц, эта пачка, там, не знаю, хотите каждый день гоняйте, хотите там просто прогнали и забыли. Диверсификация. Почему? Если выйдет какое-то условие, при котором, я не знаю, ваши мульты, там, первые пачки попали под это условие и их там отсеяли, то вторые пачки попадают, либо наоборот, там, попадает только одна пачка. Так вы все равно выигрыши. Все равно будут брить, если будут раздавать дроп, будет какое-то бритье. Это первая теория. Вторая теория, что может быть такое, что проекты просто раздадут очень мало, для того, чтобы вот эта мета мультиакеров, сибилов, она немножко сократилась. В 2017 году мы уже занимались дропхантингом, это были баунти-программы на биткоин-толке. В принципе, основные активности это были написание статей, либо какие-то медийные активности. Тогда особо там деснетов и не было, если я не ошибаюсь. В общем, все это умерло из-за того, что пришло очень много людей. Сейчас картина та же. Сейчас вы заходите в TikTok, вы листаете ленту, там люди, которые вообще не имеют отношения к крипте, они там мультячат, они софтами гоняют. Все гоняют маленькими суммами. Поэтому какой-то критерий на отсев будет, если они захотят. Сделать это не очень сложно на самом деле. Если они не захотят, то они просто могут раздать очень мало. Но Layer Zero позиционирует себя как сами себя, как и, в принципе, многие проекты, как что-то такое там сверхъестественное. Поэтому, возможно, они будут брить для того, чтобы оставить у себя в комьюнити более таких людей, которые меньше похожи на Сибилов, которые прям не будут лить. Но все мы знаем, что, скорее всего, многие будут лить в стакан свои дроби. Кто-то там оставит пару аккаунтов на будущее. Поэтому это что касается Layer Zero. Если не делали, стоит прогнать. Табличку я в Инстаграме буквально недавно публиковал. Каждое число записан в тред. Вы можете зайти на какой-то тред и прогнать его. Вот, к примеру, тред с парнем с СНГ-тусовки. Сделали даже вот такие вот сайты, где степ-бай-степ написано, что где провзаимодействовать. Естественно, все это миксуется на ваших мультах, чтобы оно все не было похоже, не под копирку, так скажем. Поэтому в Твиттере, если вдруг вы не делали, и вы не состоите в Альфа-комьюнити, в Альфа-комьюнити, покажу вам Notion. Здесь уже все расписано у нас. Если вдруг вы не делали, вступайте к нам в гости. Все вам расскажем, покажем. Если по какой-то причине в Альфу вы к нам попасть не можете на данный момент, то открывайте Твиттер, останавливайте данное видео, ищите данные твиты и работаете. Погнали дальше. ЗК Синг. Поздно, не поздно. Давайте я вам сразу открою статью. Мы тоже в Альфе ее готовили. Готовимся к будущим аирдропам на примере оптимизма и арбитрума. Очень важно проанализировать, за что давали в прошлом оптимизм дроп, и за что давали в прошлом арбитрум. И сейчас вам тоже одну штучку расскажу. Вы можете прочитать, я не буду это все дублировать. Многие люди не понимают, какой проект что делает. То есть все приходят в лейер, многие, давайте не скажем не все. Что такое лейер зеро? Эта технология связана с мостами. Здесь скорее всего будет играть роль как мультипликатор, либо как основной критерий. Сколько сетей было задействовано? Какой объем был прогнан? Как часто скорее всего вы это гоняли? Количество транзакций я не уверен, что будет играть роль. А вот в ZK Sync это лейер два решение. И если мы сравниваем с оптимизмом, с арбитрумом, там количество транзакций играло роль. Играет ли роль объем, прогнанный через ZK Sync? Возможно он будет как мультипликатор. Более важно играет роль объем в лейер зеро, на мое мнение. В ZK это будет, повторюсь, мультипликатором. Каждый из вас может открыть критерии получения дропа в арбитруме и оптимизме. И в принципе это все проверим. Касательно будет ли поздно делать сейчас ZK? Думаю, что поздно не будет. И касательно ZK больше всего мнений в интернете, что здесь могут сделать настоящую децентрализацию, раздать всем по чуть-чуть. Не знаю как будет, но тут тоже очень важно прогонять систематически свои аккаунты. Каждый день делать это не надо. Вообще в любой активности делать 20 транзакций в день тоже не надо. В арбитруме у меня там был один аккаунт, где было 19 транзакций за один день. Их засчитали все как одну. Делайте транзакцию, ждете 24-48 часов, делайте там еще транзакцию. Либо гоняйте каждую неделю. Нагонять куча-куча-куча транзакций не надо. Стоит ли работать ZK Lite? Я думаю, что это тоже будет мультипликатор, но ничего кроме там ZK, по-моему, уже такого адекватного в Lite сделать нельзя. Поэтому тоже возьмите на заметку. И, кстати, то, что я хотел вам сказать по поводу оптимизма и арбитрума. В арбитруме не было никаких дополнительных критерий, которые были как-то взаимосвязаны с другими проектами. И сейчас мы как раз перейдем, давайте, к гиткоин-паспорту и потом уже к строкнету. А вот в оптимизме там был, вот, к примеру, активный участник DAO на L1 или вы участник были снэпшота, все, кто донатили в гиткоине. Почему здесь было так? Потому что инвестора, которые инвестировали в оптимизм, также инвестировали и в другие проекты, которые стали мультипликаторами для получения дропа. И в ZK Sync, кстати говоря, есть такие инвестора, которые взаимодействовали с другими проектами. Поэтому мультипликаторами они тоже могут быть. Еще такой есть инсайдик, это критерий отбора зигзага. Команда ZK Sync участвовала в отсеве мультиаккаунтов при раздаче дропа от зигзага. Поэтому откройте тоже критерии дропа самого зигзага и проанализируйте, что там было такого и почему мультиакеры были сбриты. Переходим на гиткоин-паспорт. Многие думают, что нужно прокачивать гиткоин-паспорт для того, чтобы получить дроп от ZK. В принципе, модель проведения сейла, как было у SUI, это, в принципе, такая обкатанная модель. И такое может быть. Никого не волнует, сколько у вас мультиаккаунтов. Проект вообще нацелен на другие цели. Стоит ли прокачивать? Если у вас есть такая возможность прокачать гиткоин-паспорт либо получить паспорт в Galaxy, пройти куз, то сделать это надо. Может быть такая ситуация, что вам дадут какое-то время, например, сутки, 2-5 суток, для того, чтобы вы прошли куз или для того, чтобы сделали паспорт себе. Буквально недавно был проект, который регулировал условия в гиткоин-паспорте. То есть для того, чтобы получить паспорт, вам нужно, если я не ошибаюсь, 15 очков. И сделали так, что GitHub не считался по поинтам в этом паспорте для проекта, что в принципе говорит о том, что паспорт тоже может быть регулируемый. То есть вам нужно делать очки с запасом. Прокачать его, в принципе, несложную на минималку. Это там буквально делается за час времени. Если я не ошибаюсь, ну ничего там сложного, такого нету. Тоже вот ребята с команды писали для Альфы по очкам, где что, как стоит. Если там засчитывается все сразу, то проблем там никаких нету. По поводу Гелкса и по поводу вообще вот этих всех площадок, на которых проходят какие-то активности. Я считаю, что тестнеты и активности на таких вот площадках, вот эти всякие конкурсы, это все шлаг. Почему? Потому что проект после этого выходит в Майнет. И намного важнее работать в Майнете для того, чтобы проявить реальный интерес к проекту. За то, что вы сожгли комиссии, вы уже можете претендовать на что-то. Если в случае там Линея, либо какого-то другого большого проекта, они наградят всех за то, что все взаимодействовали с какой-то платформой, это пиар для платформы. Зачем им пиарить какую-то платформу, у меня вопрос. Если у них нет никаких партнерств стратегических, и это просто разные команды, не взаимодействующие между собой, и это просто маркетинг, то я не думаю, что проект, который в 10, в 20 или в 100 раз больше, заинтересован в продвижении какой-то платформы. Поэтому просто какие-то действия, к примеру, как в Арбитруме было, там были просто действия в Майнете, и за эти действия вы либо на Galaxy, либо на Crew получали поинт. И, в принципе, те же действия играли роль на получении дроба. Здесь может быть то же самое, но то, что в Тестнете, здесь делать как будто не стоит. Однако в Линее вы получаете 2500 тысяч поинтов за паспорт и всего там сотню-две сотни поинтов за какие-то действия. Я бы рекомендовал, если вы делаете, сделать паспорт и пару квестов, потому что именно поинты там, возможно, как-то будут куда-то конвертироваться. Я лично в Линее сделал всего пару аккаунтов. У меня ориентир на вот эту тройку, ЗК, Старкнет и Лэйр. Поэтому вот так вот. Я не говорю то, что это не стоит делать. Стоит делать это обязательно. Но пока что я жду, что будет какой-то майонет. И там я попытаюсь урвать и догнать своими мультами то, что я упустил. Поэтому давайте дальше. По Старкнету. Здесь у нас есть два кошелька. Браво с Аргентум. И, в принципе, на этих кошельках были активности понедельные. Они, к сожалению, подходят к концу. И сейчас вы можете, в принципе, только погонять, купить что-то, сделать обычные активности, как и, в принципе, в других кошельках. Стоит отметить, что здесь создаются кошельки путем транзакции. То есть, уже вам идет какая-то транзакция, когда вы создаете, в отличие от того же Метамаска. Касательно Старкнета, все ожидают его последним на раздачу дропов. Почему? Потому что тут все как бы сыро. Очень много багов. И вообще очень много вопросов, будет ли здесь дроп. Мы делаем. Посмотрим, как будет. Пока что кого-то круче, чем эта тройка. Я бы не сказал, что есть. Поэтому просто делаем. Давайте теперь поговорим за вот эту мету L2. То есть, сейчас очень много людей, очень много мнений о том, что L1 блокчейн и проекты, это уже прошлое. И на этой бычке будут стрелять L2 проекты. Я согласен, будут стрелять новые проекты. И что дальше будут клепать L2 проекты. Что, в принципе, ничего сложного в этом нет. Плохо ли это? Если эти проекты будут делать активности, и мы, как дропхантеры, можем забирать там токены, я в этом вообще ничего плохого не вижу. Убьет ли это рынок? Ну, я не думаю, что это убьет рынок. Мы посмотрим. Повторюсь, что для дропхантера забрать токены, слить их в стакан, это как бы нормально. Хорошо ли это для экосистемы? Конечно, нет. Но нужно понимать, что большинство проектов и так, даже если вы дропхантер и дропхантер слили, не слили проект, большинство проектов и так жить не будет, потому что команда, в принципе, и нацелена на заработок денег. Тут в игру вступает противовес того, что, возможно, проектов будет настолько много, что вот эти все дропы будут копеечными. Поэтому многие люди начинают смотреть в сторону LSD и LSD Fire. И тут в игру у нас вступает ретрофарминг. Все знают за Shell протокол. Это протокол на Arbitrum. Здесь фармим уже достаточно долго. Вообще, суть ретрофарминга в чем? То есть мы заливаем ликвидность, либо стейкаем наши средства, с надеждой на то, что проект создавал токен, и мы получим вознаграждение за веру и за предоставление ликвидности в данный проект. В данном случае риски у нас намного больше, потому что любой проект, протокол может быть подвержен взлому, либо вообще раппулу. В отличие от Layer 2 проектов, мы там сжигаем просто на комиссии. Здесь мы заливаем сумму и просто ждем. Можем идти там пить чай, пить кофе, заниматься своими делами. В активностях, связанных с прогоном каких-то транзакций, мы там заняты, в принципе, целый день. Здесь нет. Мы залили сумму и ушли, ждем дропа. Пока нам там капают какие-то поинты, либо виртуальные поинты. Иногда есть такое понятие, как считают вам поинты, но их не видно. Также я сейчас держу в Swell. Свою активность, свою ликвидность. И такие вот проекты, на которые стоит обратить внимание, это EtherFee, в который занес Артур Хейс, и EginLayer. EginLayer 10 числа откроет пулы, вернее расширит их, и вы сможете залить туда свои эфиры. Изначально эфиры нужно будет залить в Rocket Pool, либо в LIDA, получить вравнутые ваши эфиры, R, ETH и ST, ETH. И вы можете их застейкать. Насколько долго вот эта вся история продлится, и когда вы получите свои награды? Здесь никто ничего не знает. Кто следит за моей страницей? Осенью 2021 года я заливал ликвидность в Clipper, протокол на оптимизме. Сейчас у нас 23 год, осенью будет уже 2 года, как я держу там ликвидность, и ничего я не получил. Плюс там такая история, что вы заливали USDC, и ваш USDC поделился на биток, эфир, оптимизм, и еще там какие-то монеты. И это было начало медвежьего рынка. Вот это вот распределение токенов упало в цене так, что у меня там, наверное, на 50% меньше было той суммы, которую я заливал в эквиваленте стейбла. Плюс все вот эти активности, помимо того, что я заливаю там основную сумму, я по чуть-чуть заливаю с мультов. Чисто для того, что если будет поощрение, либо дроп для всех, кто провзаимодействовал, а не только за поинты, то вам что-то камнет. Тут нужно тоже понимать, что иногда с тем газом, который присутствует в момент залития ликвидности, вы можете не купить те затраты. Потому что иногда, чтобы залить там 0,1 эфира, надо 0,05 эфира потратить. Поэтому с основного аккаунта заливаем сколько можно, с мультов по желанию. Сейчас у меня такой претендент, самый жирный, это Aging Layer. Чтобы не ставить ставку только на L2 проекты, которые могут, в принципе, ничего не дать, я диверсифицирую себя и заливаю какую-то часть стейблов, либо эфиров в вот эти вот протоколы. Кто будет прав? Те, кто топит за LSD, либо те, кто топит за L2 решение, я не знаю. Я хочу просто заработать на всем, если мне дадут, и диверсифицировать себя. Еще стоит отметить Конекс. В ситуации с Конексом, там получали NFT ребята, которые залили ликвидности и попали в топ-30. Данный ивент закончился, и люди получили NFT, за NFT они больше ничего не получили. Получат ли люди только дроп за NFT, либо получат все, никто не знает. Но я свою ликвидность тут оставил, на всякий случай, потому что есть вероятность, что могут наградить всех. Я жду всегда, как и с L2 решениями снэпшота, и тогда уже принимаю решение, стоит мне вынимать ликвидность, или стоит мне делать эту активность дальше, или нет. Вижу сообщение на официальной странице, что все, снэпшот сделал, ликвидность можно забирать. В другом случае я делаю. Я лучше чуть больше потрачусь на комиссию, либо передержу, но буду претендовать на больший дроп, чем на меньший. С этих историй нужно выжимать по максимуму. Почему? Потому что это все не бесконечно. Когда-то это умрет, настанет новая мета, возможно, опять вернутся ICO, возможно, СЕК какой-то даст добро, зеленый свет на сейлы, и эти дропы могут схлопнуться, и пойдут просто ICOшки. Потому что, в принципе, вот это появление дропов, это просто обход регуляции. Как это будет в будущем, никто не знает. Думаю, на этом все. Сегодня поделился с вами своим мнением. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не хотелось, как я уже сказал, быть классическим таким видеороликом, который рассказывает, вот, надо погонять тут, послапать там. Это и так все знают. Вы опытные ребята. Если вдруг вы не знаете, если вы нуждаетесь в этом, пишите в комментариях, что именно хотите вы услышать от меня, либо от других участников команды, и мы обязательно вам запишем какой-то ролик по практическим занятиям в активностях, либо в каких-то других направлениях. Спасибо, всем пока.